Здарова, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Дима, Даник, Никита! Мы продолжаем играть на 6 сервере нашей любимой провинции! Поздоровайте! Всем привет! Сегодня, именно в этом ролике, я бы хотел вам рассказать о секретных способах заработка. И если вы могли заметить, у меня получается в руках, да и на мне, уже инвентаря примерно на лям 300. Также у меня есть вот такая прикольненькая еще сумочка лакоста, но, к сожалению, тогда у нас убирается рюкзак, поэтому оставляем чисто рюкзак. Вот, и суть в том, что и сумка тоже у нас стоит около 50-100 тысяч. И все это как раз таки говорит о том, что сегодня я вас научу зарабатывать секретными способами заработка, поэтому ролик досматривайте обязательно до конца! Ну и если же вы будете следовать всем моим указаниям и рекомендациям, то и вот такой вот, конечно же, автопарк по тачкам будет у вас, как и у меня. Потому что, ребята, я не работал на заводе, я лишь только зарабатывал секретными способами. Вот, суть-то в том, что сегодня, ребята, первым из них это будет, конечно же, мой промокодик, по которому ты, конечно же, можешь залутать себе от 1 рубля до 1 миллиона рандомным образом. Тебе нужно просто вписать его, получается, в актеры промокод, а вот именно Димк и сфоткать вот это окошечко, скинуть мне во ВКонтакте, получить свой приз. В принципе, ребята, да, таким образом ты зарабатываешь свои первые бабки. А также, друзья мои, давайте-ка еще проведем конкурс на донат-валюту, чтобы ты получил 1 тысячу рублей на свой баланс. Для этого просто нужно поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, написать слова «участвуй», чем больше будет ваших комментариев, больше шансов на то, что вы заберете свою 1 тысячу рублей. Поэтому обязательно участвуйте в моем конкурсе. Ну а сейчас прямо вместе с вами мы отправимся, ребята, кое-куда, и мы будем уже начинать о реально действительно классных способах заработка рассказывать исключительно для моей аудитории. Ну и сразу же, ребята, первым способом я хочу вам рассказать о том вкладе, который имеется в каждом банке, который вы должны обязательно заводить. Потому что благодаря вкладам мы реально можем заработать не 1 миллион. И все благодаря тому, что если мы зайдем вот сюда, у вас появляется свой счет, и вы видите то, что внизу есть процентная ставка 1%. И получается, что на сумму 67 тысяч ежедневно капает 1% дохода ежедневно. Если же мы сюда внесем сразу же мои там, я не знаю, 16 миллионов, давайте-ка прямо все сюда загрузим, вот так вот, то мы видим то, что у нас ставка падает до 0,14%. А это говорит о том, что ежедневно я буду получать примерно 22 500 рублей на свой баланс. То есть чем получается больше ваших денег в банке, тем, конечно же, меньше ставка, но и заработок в прогрессии больше. Поэтому, ребята, вместе с вами, конечно же, я рекомендую класть все свои деньги исключительно в банк. Ну а теперь, ребята, конечно же, мы затронем тему еще и наших всех аксессуаров. Да, у нас вышел осенний марафон на проекте, до конца события которого осталось 49 дней. И тут, как вы видите, есть ежедневные задания, которые обновляются, ребята, каждые 12 часов. И мы видим то, что выполняя вот эти не самые сложные уж задания, допустим, на все подвиги велик, получить суммарно очков игрового опыта, там, 400 за сутки, найдите и соберите лунный гриб, выиграйте у дилера фишки в Блэк Джеки, Ну а также, ребята, заполните предмет, весь шкаф, там, туда-сюда, мужские дела. В общем-то, все это выполняя, вы, конечно же, продвигаетесь по вот этой лестнице и зарабатываете вот реально эксклюзивные какие-то вот сумки, допустим, барсетка Лакоста. Самое главное то, что в начале, как только вышел БП и кто первый ее получал, мог продать эту барсетку за 1400. Сейчас она, конечно, стоит там от 50 до 100 тысяч. Также, ребята, есть вот кейс зонты. И у меня есть зонт, вот именно этот зонт, который вы сейчас видите, он, в принципе, стоит около 250 тысяч. А раньше ты говорил, сколько он стоит? 700 вроде бы, да? Правильно я же говорю? Да, то есть, ребята, на первых парах, если вы первыми выполняете БП, то вы можете продать эти вещи намного дороже, но после, после того, как они уже упадут в цене, купить их обратно по более низким ценникам. И что самое интересное, ребята, здесь есть также всякие уникальные колонки. Анимация, конечно, продать не получится, она будет у вас. Есть всякие кейсы с купонами, панамами, куча, конечно же, прикольных палаток, трехместная, кстати говоря, редкая штука. Ну а в самом конце нас ожидают кейсы с реально, нереальными тачками, допустим, кейс BMW, где есть возможность выиграть тачку из игры Most Wanted, которая будет стоить, я не знаю, ребята, лямов 50, наверное. 60. Ну или 60, да, как минимум, потому что... Вот именно, потому что она очень-очень редкая. Также будут вот такая вот Nissan Silvia, которая тоже очень редкая, Vaz, которая очень редкий, и даже Porsche, у которого нету задницы, тоже очень редкая киберпанковская тачка стоимостью будет около 60 миллионов. Суть-то в том, что вы благодаря боевому пропуску выбиваете все эти вещи и продаете их на первых парах. Да, понятное дело, что будет очень жалко расставаться с вещами, но уверяю вас, как только боевой пропуск закончится, этих вещей станет очень много, и таким образом вы сможете купить обратно свою вещь намного дешевле, но заработать при этом на разнице. И далее, ребята, также мы вернемся к боевому пропуску, увидим то, что есть купоны и стимуляторы на 18 уровне. В принципе, получить его не так сложно. И ты видишь то, что здесь есть покупка легкового транспорта 10%, 15% мототранспорта, любого транспорта 5%, жилой недвижимости 10%. Что это говорит? Это говорит о том, что, ребята, ты экономишь на покупке транспорта, допустим, 10% и продаешь эту тачку на 10% дороже, а значит зарабатываешь опять-таки тоже с разницей. Также можно зарабатывать, ребята, благодаря вот таким всяким наборам, набор экстренного ремонта, допустим, замены колес, и канистер с бензином, все это, если вы прикупите себе, допустим, в инвентарь, то после, найдя какого-нибудь игрока, у которого этого набора не будет, сможете спокойно ему перепродать в 2 раза дороже, опять-таки заработав на разнице. Также можно действовать и с аптечками, и с едой, которую тоже лучше, конечно же, хранить у себя в инвентаре. Как вы видите, то, что я вот все у себя, считаю, храню, стараюсь хранить и после продавать, если вдруг такая надобность есть у игроков. Далее, ребята, мы забегаем в автосалон обычный, покупаем себе, допустим, там запорожцы на максимальное количество возможных золотого автомобиля. И так как у нас кончились места, ребята, мы попросим друга, чтобы он купил тоже себе несколько запорожцев. Поехали, отлично. Мы купили максимальное количество запорожцев, всего у нас получается, что 4 штуки будет. Отправляемся сейчас, ребята, в ГИБДД Невского, но на самом деле лучше ехать в ГИБДД Мирного, потому что там выпадают номера региона 77-го. Здесь у нас будут выпадать номера региона 78-го. Но самые ценные на 77-м регионе, запомните это. То есть вам нужно будет приехать в самый центральный город, именно ГИБДД Мир. Далее мы забегаем внутрь ГИБДД, и, ребята, вешаем номер на, получается, запорожец. Всего стоимость 500 рублей. Так, ребята, вот наши запорожцы, но так как у меня стоит ЕНБ, к сожалению, нужно его отключить, чтобы увидеть номера. И смотрим, так, КОУ-605, это твой, получается, номер. Мой был, получается, а ну-ка, давайте-ка глянем. У меня ВОЯ 057. Так, у тебя МВХ 759, это все фигня на самом деле. И у тебя... А, ЕТ-929? Серьезно, зеркалка выпала? Офигеть! То есть, ребята, получается, зеркалка стоит порядка, там, 50 тысяч. И плюс, получается, слив запорожец за 31 500. То есть, грубо говоря, ты теряешь 3 500, если, опять-таки, его сливать в ГОС. Я вот потерял 3 500, не заработал ничего на номерах. Но ты можешь, как раз-таки, слить, потерять 3 500 и заработать, получается, с 50 тысяч, продав номер. Я тебя с этим поздравляю, братишка. Как говорится, больше шансов, больше тачек и больше возможности выбить крутой номер. Далее, ребята, мы выезжаем куда-нибудь за город, включаем, получается, аварийку, глушим двигатели и открываем капот. Типа поломались, типа у нас реально, там, я не знаю, что-то с машиной случилось. И да, надо будет сейчас дождаться, пока кто-нибудь проезжает мимо, потому что у него мы попросим помощи в виде денег и таким образом заработаем. Стой, брат, стой, брат, стой. Братик, братишка, друг мой, выручи, пожалуйста. Блин, обсохли. Дай там, я не знаю, 2 500, пожалуйста. Спасибо тебе большое, братишка. Спасибо огромнейшее. А то реально обсохли, блин. Стоим уже который час. Спасибо большое, братишка. Спасибо большое. Удачи. Да, и тебе хорошего дня. Спасибо большое, братишка. Потому что, ребята, таким образом даже Урусу, который стоит 20 миллионов, дает бабки на помощь. То есть 2 500 мы заработали буквально за секунду. Таким образом, если вы будете выбирать самые лучшие места, ну, которые прям имеют хороший трафик по транспорту, вы можете каждого вот так вот останавливать. Давайте-ка еще это попробуем сделать. Стой. Блин. За что? Брат, за что ты меня так? За что ты меня утопил? Братик, братик, за что? Братик, дай денег, пожалуйста, а то мы поломались. Понял, как бы. Я не знаю, то ли бензина нету, то ли фильтр забился. Или колесо пробили. Я так и не понял. Ну, надо 2 500 хотя бы. Спасибо тебе большое, братишка. Спасибо большое. Добра тебе. Тебе, семье, там, детям, жене, понял, да, матери, там, чтобы все было хорошо у тебя по жизни. Все, давай, спасибо большое. Ребята, ну, в общем-то, как-то так вот мы можем зарабатывать реально халявные бабки. Чисто потому, что, ребята, мы просто, ну, типа, поломались, как бы. И тут, на самом деле, на провинции самая лучшая аудитория офигенная. В том плане, что она очень отзывчивая и реально с тобой взаимодействует. А отсюда, значит, мы будем зарабатывать халявные бабки. Спокойно, быстро, надежно и особо даже не напрягаясь. Спасибо огромное, что кто-то смотрел этот ролик до конца. Обязательно ставьте лайки. Ну, а мы чё, мы поехали. В принципе, 4 500 за 2 секунды. А чё бы нет, как говорится, заработали. Ну, и я желаю вам, конечно же, зарабатывать столько же. Ребята, обязательно ставьте лайки. И ваши миллионы будут не за горами. Всем удачки и пока-пока. Пока. Пока.